Девушки отдыхают Когда старый мир сгинул в пламени атомного пожара, я был совсем еще маленьким. Из 10 миллионов жителей Москвы спаслись только 40 тысяч. Среди них был и я. Выжившие укрылись на станциях московского метро. С тех пор прошло 20 лет. Но земля так и не стала пригодной для обитания. Лишь немногие отваживаются подняться на поверхность. Метро стало нашим единственным домом, нашим последним пристанищем. В его туннелях властвуют кошмарные чудовища. Но станции мы превратили в крепости и держим оборону до последнего. До недавнего времени мы хранили надежду, что однажды сможем вернуться наверх. Но появилась новая страшная угроза. И само выживание человечества оказалось под вопросом. НО! Продолжение следует... ДИНАМИЙ КИКИ! Продолжение следует... Тим раз мы возьмем эту игру о названии «Метро 2033». Это новая продукция, опорная на книгу автора Дмитрия Глуховского. Ксюжка носит тот самый титул «Метро 2033». Ксюжка выдана в 2010 году. Полецам, читаю. Добра повещ из «Сайсфикшн», постапокалиптична. Ксюжка развија фабуј... Тьфу! Sorry! Гра развија фабуја ксюжки. Је контынуација. Вчерајмся тут в постач млодега артема, который уродзиј се на повешјни, але зостај змусзој, бе зајзть до метра. Длэцего? Понѐвај свиат указаны нам в гре «Метро 2033». Је то песмистична wizја постапокалиптичнејо свиата по војні нуклеарнеј, где трва вечна зима. Аккја точи се в росыјским метре, в којм шронијо си око 40 тис. луѓи, так як милијј окајј пристајј на интше впровадзјајцем. И опрјцј луѓи замешкуја тут также всјкје мајци, мутанты, чи створи створзоје за променијање. Којјним цекавым аспектом ез, је гра је представителем гатунку фпс, ферст першн шутер, з додатком survival хорору. Некто што јд то води боджета за јасне пепартијше 10 до 20 минут гријо. Загараптиј гратимэ у бэ разlleicht по legalам за кадј wahrсјм Extranocя, потому что первое, что мне пришло, это обмагания спрятовые. Не могу управлять игры с плинным наградом на высших деталях, чем средний, с 1280 на 768. По-просто игра зажина на высших деталях каждый компьютер. И это комиксное, что-то не знаю, что можно играть в это, с киньбайерами дx11, и еще 3D, потому что игра тоже обстракует тройвымиар. Добро, которая рвется в оке, это очень удобно. Менит главный, это интерактивный, так, опции, как я уже сказал, оставим в контакте, в контакте, Добрый день, давайте начнем новую игру в таком разе. Ты на певно хочешь запись? Так, я хочу запись. И будем играть на нормальном уровне трудности, потому что не чувствую себя, чтобы играть на трудном. Не знаю, как эта игра выглядит в дальнейшей части, поэтому загрнем на нормальном уровне. Не знаю, что мне тоже сталькер легко и сталькер трудно. Сталькер трудно, может быть какой-то бунт. Не знаю, что это будет, потом увидим и покажу вам в комментариях. Добрый день, спасибо. Это «Заграймы в метро 2033» от Рагнарок. Заберем вас на постапокалиптическую пригоду до глубоких тонелов, до глубоких тонелов москевского метра. Пожалуйста, начнем. В тонеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держи! Поймал! Чтобы подняться на поверхность, нам придется пропускать через пораженный блокпост, Артем. Тихо, там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермовороте, я прикрою. Открывай держи. Держи! Открывай это верхнюю гермару! Артем! Держи! Открывайся! Этоально влияет, как у вас нужно делать. Открывайся! Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok